здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко продолжается новогодний период нашей с вами жизни когда мы отдыхаем не хочется думать о проблемах и наша сегодняшняя программа она будет как бы на ну на 50 процентов точно проблемной потому что пожарная безопасность и никто не отменял впереди еще много дней отдыха рождество и все-таки немножечко притупляется что ли наши с вами но внимательность по отношению к элементарным методом защиты нашего жилища или жилища наших друзей куда мы отправляемся поздравлять с новым годом и поэтому мы пригласились в студию государственного инспектора городского округа люберцы по пожарному надзору дениса курильчика здравствуйте денис здравствуйте скажите пожалуйста ну во первых в конце года жаль что в конце года потому что служба работает но практически ежесекундно но именно в конце года отмечается день спасатели день мчс я так понимаю 27 декабря перед самым годом когда люди уже занимаются приготовлением тем не менее праздник такой серьезные в этой службе занят очень много людей в том числе и одна из составляющих это пожарные люди которые занимаются тем чтобы и даже фильм вот вышел на экраны посвящены этой теме насколько сегодня роль спасателя да еще в 2020 году ушедшим с этой пандемии насколько роль спасателя важно с вашей точки зрения ну лично с моей точки зрения она важна тем что приведя статистические данные по количеству спасенных людей за прошедшие 30 лет да это говорит о многом то есть более двух с половиной миллионов спасенных людей официально зафиксированы статистическим учетом мчс россии да то есть которые произошли какие-либо чрезвычайной ситуации то есть было спасено такое большое количество людей ежегодно министерство чрезвычайных ситуаций участвует спасение от 100 до 200 тысяч человек то есть постоянно конечно модернизируется комплекс спасательный да то есть технологии не стоят на месте поэтому это норы и с этим тоже связано я думаю вот но конечно же всегда было то есть испокон как говорится веков министерство было создано 30 лет назад и как тогда так и по время основными и задачами были это предупреждение спасение помощь поэтому мы этим и занимаемся но я так понимаю что ведь эта структура такая глобальная то есть спасатель слова очень хорошо обозначающие самые разные службы ваша конкретно служба это паджа пожарный надзор и естественно мы будем говорить об этом и никуда не уйдешь от этих цифр как только люди научились добывать огонь до огонь и помогал людям и огонь к сожалению ну не то что даже мешал приводил каким-то трагедиям и вот если говорить о 2020 году вот какова ситуация была с пожарами городском округе люберцы есть какая-то статистика меньше она по сравнению с 19 больше ну согласно статистике который ведется соответственно нашим отделом на территории городского округа люберцы 2020 году произошло 372 пожара это много или мало это по статистике если учитывать аналогичный период прошлого года то это на 27 процентов за прошлого девятнадцатого соответственно до позапрошлого года 2019 это на 27 процентов меньше 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 да вот также что касается гибели людей здесь у нас показатель такой же что и в 2019 году 7 человек погибло у нас на пожарах вот также получили травмы 12 человек снижение на 20 процентов что касается 2019 года поэтому это говорит о том что наверно мероприятие проводимые в том числе нами службы то есть гарнизоны лидерраны да то есть это влияет и приносит свою пользу гражданам да в основном у нас конечно касается ты дети да то есть акцент ведется на это детскую гибелью к счастью за прошедшие пять лет детской гибели надеюсь на территории городского округа люберцы зафиксировано не было поэтому это основной показатель вот то есть удается детям как-то внушить на самом раннем периоде их жизни что с огнем нужно сотрудничать по конечно конечно у нас мы даже с 1 сентября вот те же первоклассники приходят мы стараемся провести какие-то мероприятия но опять же не мешая им их празднику да вот аккуратно помогать им в этом постепенно способствовать их осознанному пожаробезопасному поведению так сказать ну давайте говорить так откровенно что даже если взрослый человек вот любой который сталкивается с проблемой но не знаю вдруг там газ то что-то выключил не выключил и вдруг чет начинает гореть у человека вдруг начинается паника и вроде бы он все знают понимает что возникают какие-то картины в голове что надо какой-то матерь материалом каким-то значит или водой и так далее сейчас у нас идет новогодний период мало того что люди расслабленные и люди по-прежнему 2020 год что называется заставил нас сидеть дома сейчас конечно же есть возможность никто не запрещает гулять по улицам тем не менее все равно каждый вечер практически либо гости либо дома собираются люди и так далее и вот эта расслабленность приводит к тому что ослабляется внимание по отношению к элементарным способом защиты своего жилища плюс еще ко всему наши знаменитые фейерверки которые вот будут до конца января как мне кажется обязательно кто-то должен запускать уже сто тысяч раз говорили про их производство и про их запуск и так далее тем не менее это по-прежнему очень пожароопасные вещи вот такой глобальный вопрос прежде всего с чего начать людям если вдруг в их жилище но неожиданно возникает пожар до сигарету кто-то был люди же иногда курят дома до хотя вроде как нельзя но курят газ кто-то забыл выключить и зажег и начать хлопок и чего там начинает возгораться что делать что делать ну в первую очередь нужно оценить обстановку да да если уверены в том что возгорание получится потушить собственными силами то есть ближайшими огнетущим веществом которые у нас есть в бытовых условиях то есть это у нас что вода и правильно самый первый популярный из всех огнетущих веществ ну и также понятно там дома можно воспользоваться землей из-под цветка далее такими бытовыми условиями можно накрыть что-то покрывалом да если у нас там то же самое то на сковородке что-то горели и так далее вот бытовых эти имеется ввиду условиях но опять же зачастую такое бывает что человек находясь в такой ситуации даже если видит что может потушить не справляется с этим потому что вода из крана не идет так быстро да там то есть не у кого-то же не стоит постоянно ведро с водой там на огонь и пожара вот огнетушители тоже в бытовых слоях мало у кого есть то есть применяют вот поэтому в первую очередь нужно сообщить в пожарную охрану 112 или 0 1 единый ну как один телефон пожарных это у нас 01 с городского номера городских телефонов и 101 с мобильного телефона да также у нас есть единая дежурно-диспетчерская служба 112 знают так называемой службы спасения то есть позвонив по этому номеру можно вызвать к месту возникновения любой чрезвычайной ситуации необходимой силы и средства то есть это неважно там у нас пожарная охрана полиция скорая помощь и так далее различные другие там аварийные службы а самому что делать в это время если пожарный вот на кухне пожар позвонил ничего бежать в первую очередь нужно в первую очередь покинуть место возгорания если удастся закрыть окна то это конечно необходимо предпринять дабы не разгон не распространился да потому что у нас один из основных как сказать распространение кислорода кислород который является окислителем вот поэтому обязательно закрыть за собой дверь необходимо потому что были такие случаи даже у нас городском округе люберцы когда человек у которого происходило сгорание в квартире убегал по личные клетки вниз на улицу в безопасную зону а то есть все продукты горения выходили на личную клетку то есть соседи об этом ничего не знали а не надо повестить еще соседи в любом случае нужно закрыть обязательно за собой дверь и оповестить всех соседей любим любимым возможным способом то есть стучать кричать максимально привлечь внимание до к этому к этой проблеме вот также по способствуя что вам помогли другие граждане до те же соседи то есть подумать о себе подумать о соседях в первую очередь конечно то есть могут построить те люди которые вообще не виновны так сказать причине возгорания то есть у нас же дым в начальной стадии в любом случае наверх поднимается на это может произойти в ночное время то есть люди могут спать крепко такие опять же новогодние праздника новогодние годом праздники до люди там крепко спят кто-то может и в нетрезвом состоянии находиться тоже поэтому конечно желательно то есть и сохранять самообладание вот в этот период но необходимо в первую очередь думать о других не только себе да но не забывать то есть не только своих близких да то есть вот соседей а скажите а как быстро сегодня есть какой-то норматив по приезду бригады да конечно пожарных да конечно ну в городском округе люберцы до в городской местности это 10 минут мы не будем учитывать поселково городскую именно город 10 минут то есть в течение 10 минут первая бригада должна прибыть к месту возгорания до оценить обстановку уже и произвести начальник караула принимает решение на проведение пожарных до душа не пожар прудни варене спасательных работ в организации ну с пожара да и спасению людей в первую очередь во второй части программы не зря у нас сегодня стоят вот эти два прибора назовем их тогда один из этих приборов который позволяет нам сообщить о том что произошло как минимум задымление мы их вроде бы знаем да они все скажем так не дома дом почему-то редко кто их устанавливать кстати тоже об этом поговорим и естественно поговорим еще об огнетушителе которые вроде бы давным-давно находится рядом с человеком но мне почему-то до сих пор такое четкое ощущение что мало кто им умеет пользоваться и опять же сумеет ли он воспользоваться им вот в этой сложной ситуации прежде чем мы сделаем перерыв один такой вопрос какие основные стеки пожары были это по как-то кто-то закурил кто-то чет как-то неправильно с огнем воспользовался большинство пожаров у нас происходит в жилом секторе то есть там где человек проводит большую часть времени занимаясь своими делами и так далее картина становится ясно что больше все-таки часть пожаров происходит по неосторожному обращению с огнем граждан самих огонь как мы уже выяснили очень быстро он начинает ну рады причины не потушенная сигарета до курят дом на прибор какой-то в сеть включенный да то есть это не говорит об неисправности до того же электрического права говорит о беспечность человека то есть который он не проследил за этим и связи с этим возник пожар также проводка горит до проводка да ни в коем случае в первую очередь нельзя перегружать сеть наступила зима холодное время то есть все включаю все равно включает все то есть проводка тоже не выдерживает изоляции то есть происходит нагрев сетей вас также может там не находиться дома в этот момент поэтому в связи с этим происходит возгорание так что касается и печного отопления до зимой в частности то есть люди там у них стоит баня много лет стоит топит печь да там сегодня там завтра там и так далее вот но никто не может забыть что ее нужно все-таки там производить определенные работы до что пройдет за ней перед тем же там так сказать отопительным сезоном сезоном вот этим да у нас тех же праздничных мероприятий поэтому нужно за всем следить ни в коем случае не не допускать перекал печи и да потому что часто такие случаи были когда именно из-за объект ну в общем обычные человек человеческий фактор человеческая беспечность неумения незнания элемента вернее даже так понимание и даже умения но все равно на авось надеются да и элементарные просто вот способы защиты не соблюдали об еще добавил что на объектах защиты которые мы контролируем да не жилой сектор что касается там постоянно проводится какие-то мероприятия те же самые часто об этом поговорим давайте сделаем паузу поговорим о нежилом секторе а потом уже поговорим о том что вот вы на к нам принесли как-то работает сейчас делаем небольшую паузу а у нас в студии denis курильчик государственный инспектор городского округа люберцы по пожарному надзору эта программа открытый диалог с вами николай пивненко в гостях у нас denis курильчик государственный спектр городского округа люберцы по пожарному надзору 2020 году были вот эти знаменитые проверки пожарных и как все это работало и как то может быть какие-то изменения внесли в проверочный этот режим вверх ну все правильно были внесли изменения правительством российской федерации вот что а именно приостановить проведение плановых проверок 2020 год то есть началось с марта месяца прошлого до прошлого года поэтому соответственно в первом месяце были проведены какие плановые мероприятия контроль надзорные в рамках ну по объектам защиты вот после чего были приостановлены проводились только внеплановые проверки то есть на тех объектах да это у нас образовательные учреждения то есть подвержены определенному риску да где находится большое количество людей и так далее а те же а также тех объектов на которых были выявлены большое количество нарушений то есть где они так сказать устранялись не в том объеме который требует то есть вы пришли увидели потребовали устранить потом надо прийти опять проверить ну да в рамках надзорных мероприятий мы в любом случае приходим на определенных основаниях то есть распоряжение о проведении плановой внеплановой проверки вы можете дать и каждому я имею в каждое предприятие на каждое предприятие можете прийти ну как большого счета ну к нашему надзору конечно конечно но любое предприятие где до связи деятельностью можем прийти проконтролировать ну понятно что плановая проверка могут организации сами об этом узнать сейчас у нас все это работает единый реестр проверок база то есть сейчас через госуслуги все это прекрасно работает и любой директор руководитель может заранее ознакомиться в первую очередь с ним ему даже сообщение уже приходит о том что вынесено распоряжение то есть об этом заранее в любом случае все это не подпольные такие проверки пришел кто-то вечером постучался а ну-ка покажите мне как у вас таких оснований это обязательно должен присутствовать законы представители организации да то есть предоставить определенные документы нам мы в соответственно предоставляем свои документы предоставляемся показан удостоверение да что мы не какие-то жулики шарлатаны пришли а настоящий настоящий у нас проверки проводится то есть по всем требованиям есть 294 федеральный закон о защите прав юридических лиц индивидуальных предпринимателей при проведении конкретно проверок да я считаю наше мероприятие проводится именно для помощи то есть мы помогаем избежать определенных рисков да то есть в первую очередь на объекте отвечает руководитель организации если не дай бог что-то произойдет какой-то случай да то есть ему же отвечать за это мы знаем такие до примеры когда отвечает руководитель плоть до уголовного на каждую правильно да ну в первую очередь и инспектор тоже соответственно отвечает есть определенной территории на которой инспектор закреплен стоит подпись инспектора что все нормально и вдруг происходит то есть есть реестр объектов а вот каждый объект у нас там делится тогда то есть к определенным классом функциональной пожарной опасности то есть это у нас там жилое здание торговый центр производственное складской и да там вот и то есть они проверяются с определенной периодичностью сейчас есть риск ориентированный подход вот то есть там в период там раз в четыре года раз пять лет 1 6 лет то есть определенная периодичность проверок в этот реестр все забивается то есть если инспектор должен все своевременно провести проверку если он ее не провел или провел игры как говорит сникать что конечно будет тоже за это отвечать на поэтому и вы заинтересованы здесь компании должны быть заинтересованы в том чтобы с противопожарной безопасностью все было что называется на высшем уровне еще один вопрос и перейдем конкретно к деталям дорого сегодня например вот вы привели простой магазин продуктовый понятно что дом это отдельный разговор да а если такой продуктовый магазин детский сад школа какое-то предприятие дорого стоит там устроить вот эту вот противопожарную систему если честно я сам не могу лично ответить то на этот вопрос потому что я никогда не стоимости в принципе то есть провести надо же какие-то для того чтобы инспектор пришел и сказал все ребята у вас отличная система мы придем вам через у нас здание же не только есть допустим пожарной системы да есть различные другие коммуникации те же самые электрические провода это нисколько особо не нет отличий в этом да просто свое оборудование конечно зависит от площади здания да если у нас там 10 этажное здание там конечно это гораздо больше но для опустим для того же там критик продуктового там магазина на требования не не столь большие то есть это элементарно нужно иметь там автоматическую пожарную сигнализацию там систему оповещения там если там первого типа да то есть это зависит все таки от количества людей которых находятся то есть это не особо я считаю затратно вот так же там те же самые первичные средства пожаротушения больше вести именно документарную работу то есть проводить инструктажи вести журналы да пусть что касается именно режимного характера поддержания вот а по системам вот для так сказать маленьких объектов да там площадью там до 200 квадратных метров да то есть это требование невелики и выполнять их можно и в чем самая главная суть выполнив их вы будьте уверены в том что все будет хорошо да они жить как говорится на иголках ну вот исследовать конечно их нужно своевременно обслуживать что самое главное часто такое у нас встречается да тоже при проведении контроль надзор в мероприятии что люди соответственно организации установив оборудование не проводят его техническое обслуживание то есть вот установили и забыли и думать что оно исправно ну ну кстати это касается вот даже самого простого представлена у нас здесь в студии огнетушителя который тоже нам нужно перезаряжать действительно сегодня огнетушитель по-прежнему остается одним из самых простых способов тушения пожар не только на предприятии в магазине но и в том числе в квартире собственно конечно конечно в любом случае огнетушитель и у нас соответственно представлен порошков огнетушитель он самый популярный 4 килограмма да 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 вот он самый распространенный тушит большую большинство классов пожаров они соответственно на этикетке вот снаружи все описаны как вот что делать надо то есть какие вещества он тушит да ну конечно что самое главное большую площадь пожара ему потушить не удастся то есть это именно только в начальной стадии поэтому он называет первичным средством пожаротушения потому что водой как воды как такового нас рядом под рукой не может быть она может там замерзнуть еще что-то да там разлиться огнетушитель специально предназначен для тушения пожара да а вот он его как вы советуете просто в доме в обычной квартире держать или это не нужно делать я в любом бы случае советовал держать его дома потому что рано или поздно он может поспособствовать также как и в автомобиле до были такие случаи не то что даже себе до окружающим соседям и так далее потому что вот личные примеры были когда вот тех самых машинах люди останавливаются помогает другим и тушит возгорание еще до прибытия сотрудников пожарной охраны также у нас машина может располагаться допустим и рядом созданием каким-то до вблизи ограничено распространение то же самое то есть правильно понимаю что вот по-прежнему огнетушитель действительно и на предприятии должен быть новых размеров в разном там наверно тоже есть определенные нормы через какое количество метров должен находиться но надо научиться и дома постараться и в жилом доме например если дома же разные было да и может быть и в бане должен быть находиться такой рядом там где-нибудь в уголке да конечно желательно желательно да но если у вас многоэтажный дом желательно на каждом этаже иметь огнетушитель до соответственно или в любом строении чтобы он был всегда под рукой да и соответственно находился на видном месте чтобы найти быстро можно было а что самое главное у нас тоже огнетушитель должен находиться ну чтобы знать хотя бы да если у них места обозначения должны быть понятно что в бытовых условиях дома у себя требований к этому нет вот но опять же приобретаете же для себя поэтому далеко прятать далеко прятать не нужно но опять же нужно следить за его рабочим состоянием и перезаряжать и за ответ как в инструкции на пивот у нас вот данный огнетушитель срок службы ему предназначен 10 лет после пяти лет произвести необходимую перезарядку огнетушителя то есть производит специализированной организации и он опять готов и он опять готов к работе то есть у нас что самое главное здесь есть шкала давления если она находится в зеленом диапазоне то он значит пригоден для применения то чего раньше не было я вижу да но они разные типы есть фирмы производители так далее где-то может их не быть но опять же что дабы применить его до сложного ничего нет есть с моей стороны смотреть справа на пломба который первое что надо сорвать дальше выдернуть кольцо ну к чеку как чеку до называют вот надо дальше поднять ни в коем случае не надо его там конкретно этот огнетушитель не переворачивать не трясти как раньше может было да то есть и просто есть правильщик в виде шланга да и направить то есть желательно я могу даже показать как им применять его ну соответствует мы здесь ничего не будем то есть рукояткой как говорится нажали и тушить как вот меня учили еще в университете нужно верхним хватом а сверху вниз то есть не параллельно так сказать поверхности до горизонтально сверху до сверху вниз потому что если им так сказать тушить неправильно то он не пригодится и горение дальше раз полезного бесполезно и и последний своем уме да последнее я так понимаю надо попытаться себя убедить в том что надо такие противопожарные датчики стали да да которые есть наверное в магазинах школах в больших на больших предприятиях а вот дома люди почему-то ими не пользуются да вот соответственно верно ну в любом случае у нас на в организациях там на объектах то там образовательные учреждения в любых у нас есть автоматически пожарной стимилизации то есть это проводная дальше есть адресная в любом случае они все сигналы идут прием контрольный прибор который уже запускает другие различные системы и так далее а в бытовых условиях дома в чем плюс этого автономного пожарного извещателя то что он автономный то есть он неприхотлив его можно расположить любом месте прикрепив ну желательно конечно верхней части то есть либо на потолке либо верхней части стены вот то есть у меня есть определенный индикатор который при обнаружении продуктов горения срабатывает определенные лучи да и он то есть производит такой сигнал который способны до способны разбудить тоже при крепком сне любого человека да я повестить о пожаре у нас в рамках также вот я знаю муниципальной программы в городском округе люберцы проводится программа до по оснащению дымовыми автономными дымовыми пожарными извещателями многодетных семей и также семей находящихся в трудной жизни ситуации вот мы лично принимали вот участие даже вот в прошедшем 2000 в конце 2020 года вот то есть здесь что самое главное но он устанавливается в жилом помещении где человек находится есть там даже кухня спальня там коридор то есть во всех помещениях то есть от него были такие случаи да конечно когда он спасал жизни то есть официально так сказать зарегистрированные вот стоит он если кто-то допустим хочет себе его приобрести он стоит недорого это можно найти в интернете на любом сайте то есть это наше будущее и по цене там комплексного обеда я услугам скажу то есть не так дорого и спасает может спасти чью-то жизнь очень полезная вещь лично у самого стоит так стоит конечно вот но опять же есть что касается минусов да он может непроизвольно срабатывать да но лучше пусть не произвольно да 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 есть индикатор когда батарейки хватает на год примерно то есть опять когда заканчивается заряд батареи он оповестит вас либо миганием либо таким звуковым тихим сигналом но который вы как бы услышите нас не помешает спасибо вот я думаю что наши телезрители к этому прислушиваться но и самое последнее уже мы заканчиваем нашу программу новый год продолжается впереди 2021 чтобы вы пожелали всем вашим коллегам и всем нашим телезрителям новым 2021 году ну всем хотел бы пожелать счастья в новом году чтоб главное здоровье всем близким родственникам знакомым все кто вас окружает чтоб беды обходили как говорит стороной в любом случае нужно беречь себя своих близких вот соответственно не нарушать требования пожарной безопасности до соответствовать им ну надеюсь следующий нынешний вот этот 2021 год будет у нас поставили положительным до положительным до дарить только положительные эмоции поэтому еще хотел конечно напомнить жителям о осознанном поведении в период праздников вот чтоб соблюдали требования у нас будет поменьше работы и к крицу все живы будут и здоровы и счастливы надеемся так год и проведем да дай бог денис курильчик государственный инспектор городского округа люберцы по пожарному надзору о вашем лице всех ваших коллег с праздником понятно что для вас праздники это особое время но будем надеяться что действительно народ осознанно как вы говорите подойдет к отмечанию всех новогодних праздников мы желаем вам всего самого доброго как всегда поздравляем вас с новым годом меня зовут николай пивненко до свидания и